Чего вы, чего я ничего не сделал? Да я ничего не сделал, у меня мама там! Так 15 июля этого года проходил сбор подписей против путинских поправок в Конституцию. Участников акции разогнали, организаторов посадили в спецприемники. На одного из инициаторов сбора подписей завели уголовное дело по так называемой Дадинской статье. Юлию Галямину, муниципального депутата Тимирязевского района, обвиняют в многократном нарушении правил проведения митингов. По словам Галяминой, это преследование носит сугубо политический характер. Владимир Путин со своем бункере хочет только одного, чтобы у него была личная власть и чтобы был достаток у его ближайшего окружения. Я, поскольку выступаю за то, чтобы это прекратилось, чтобы у людей были свои представители, чтобы людей защищали, поэтому на меня сейчас завели уголовное дело и судят меня. Очевидно, что применяется эта норма исключительно к оппонентам власти, исключительно к активистам. Я ни разу не слышала, что 212-ю прим статью применили в отношении какого-то хулигана, который бы пробрался на митинге, что-то там реально причинил какой-то ущерб. Юля, мы с тобой! Спасибо! Держитесь! По словам оппозиционных политиков и независимых депутатов, дело против Галяминой завели только для того, чтобы не дать ей заниматься политикой. Осужденному по этой статье запрещено баллотироваться на любые выборные должности. В сегодняшний случай кейс – это первая ласточка, чтобы опробовать эту статью на, скажем так, сильных кандидатах депутата Государственной Думы. 212-я статья – это политическая статья. И Галямину судят по политической статье. Конечно, ее не просто декриминализировать, такого быть не должно. Вообще, человек встал с плакатом, этому человеку нужно пожать руку и сказать спасибо за то, что он выражает свою позицию в нашем государстве. Отмечу вас с вами, пожалуйста. Присядьте, пожалуйста. Отмечу вас с вами за слово. Ильдар Дадин – эко-активист из Коломны. Первый, кого осудили на пять лет за многократное участие в несанкционированных митингах. Сейчас по Дадинской статье отбывает наказание активист Константин Котов. Независимые депутаты считают эту статью репрессивной и требуют ее отмены. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.